Ахей, всем здраво, чуваки! С вами, как всегда, на Среди Брайн, и мы вместе с вами продолжаем играть в Total War Attila за Восточную Римскую Империю на Легенде. Итак, на прошлой серии мы с вами взяли гармозию, взяли в осаду Пуру. Посмотрим, вроде бы... А, на следующий ход мы с вами приступаем к штурму. Продолжить осаду. И мы, в принципе, вроде как, понимаем, все завершили, потому что в казне у нас денег нету. Давайте сразу же переходим к завершению хода. И тогда... Возможно, кстати, это войско даже убежит, и тогда мой город возьмем еще проще. А может быть, они останутся и возьмут даже сюда наемников. Посмотрим, что они будут делать. Как там, интересно, война у Химьяра с Аксумом проходит? Вроде бы у Химьяра всего лишь один город остался, их столица. Западная Римская Империя осталась только в Африке, частично в Италии и часть Испании. Все остальное они уже потеряли. Так. Ваш союзник напал на другую фракцию и просит вас о поддержке. На белых гунов они решили напасть. Очень интересно. Очень интересно, да? Что они напали на белых гунов. Ну... Я думаю, мы поддержим их. Почему бы нет? Я буду надеяться, что они потеряют поселение. Так. Это у нас как раз-таки битва за Беренику, да? Там, где мы взяли несколько отрядов наемников. Потом там посмотрим, что там белые гуны творят. Ну что ж, поехали отбиваться. Поехали! Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 пока на у них есть да так вот мы спустимся не пойму а отлично пройдем может быть даже нам удастся сюда еще и военачальника вражеского заманите и тогда мы его быстренько вольнем давайте вы идите разбираетесь с той толпой а мы пока вот тут построимся дайте пока о несутся 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 сюда давайте давайте мы займемся вот так с бочинки их принимаем и теперь а вот с этой стороны джима им их о точно минус 1 конница от анагра мы избавились так стрелки на стреляют стреляют стрелки к с конец и разделываются тоже и тут вот по военачальнику постараемся быстренько его вольнуть так подойдите куда вы давайте поконится сколько там один остался совсем один сейчас их вынесем военачальник дальше побежал вполне возможно что сюда или же он мог пойти просто так защита от стрелков быстрого захвата нету может башню пошел убрать так идут 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 давайте давайте выходите выманиваем их выманиваем немножечко сюда в городок заходим и теперь на них все стрелков этих отключаем спасибо вы нам больше не нужны меняем позицию я так полагаю все минус аннули мы их дать сюда киментатский регион поставим отбаст руки уже побежали ну ничего постоят пока подожидут о наши стрелки тоже отрабатывают пока на берег давайте пока стрелков на сэкономим боезапас сейчас у нас военачальник вдохнет ворожески и все будет замечательно я не думаю что у нас будут с ним трудности так перезарядка пошла давайте 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 пока свистящий включим и а мы огненный для правильно все отлично 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 давайте прессуем их прессуем они побежали уже где наши кстати моряки давайте сюда тоже паникуют парни где наши коница давайте коницу сюда тоже вы тут ждите пока он здесь пугануть надо остатки будет с этой стороны все валим их еще можно устрашение бахнуть для полной уверенности им до отлично гады подожгли нам город так сюда давайте вы сюда где-то еще наш конец эти парни не хотят отступать можно попробовать с двух сторон спрессануть все побежали побежали верблюды наши сработали давайте сюда обходим все побежали тоже отлично отлично разбиваем теперь вот эти копии оставшиеся вот сюда переходите так что у нас тут конница забежала до сюда наемная ну ладно в принципе мы сейчас их добьем понеслась так вот этих тоже добить 23 37 в принципе либо можно их полностью добивать либо сейчас не тратить время потом просто уже нашей армии которая осталась там возле города можно будет их мочкануть так стрелки все оффнетесь 9 17 догоняем 6 там лучники наши еще работают я думаю должны будут их добить конница у нас остановилась вперед ну в принципе ладно все на этом в принципе хватит 133 потери у нас всего-навсего отлично там легкая пехота нет точнее тяжелые копеечки но на самом деле расправиться с однотипными войсками не состоит труда ну и все сейчас мы их добьем и будет все отлично далеко от нее от нас не убегут а на батя уже как раз таки тоже ход свой сделал думаю может они подойдут добьют нет да так естественная смерть флавий так политическое содействие назначение на должности у нас пошли хорошо как у нас там все нормально по семей по семейным делам вроде все нормально влияние у нас достаточно более-менее у нашего правителя наследника может назначить наследника ну блин я не хочу сейчас скинуть наследника вдруг у него родится сын конечно это маловероятно 55 лет но буду надеяться вдруг наследника мы всегда успеем кинуть так отступили добиваем добиваем все мазум отвоевался у нас можно вот этих убрать наемников так повышение давайте наверное сплоченность сюда и общественный порядок так а здесь неукротимый агрессор и командир конницы все город отремонтировать готово так макран здесь у нас также да остались здесь тусить они окей так это наши да я так понимаю мятежники кстати а вот они белые гуны белые гуны мне кажется нам бы стоило вот сюда вот армию подогнать по возможности вроде здесь порядком дела у нас формально обстоят давать да там все отлично а давайте сюда только перейдем в принципе все равно ну чуть больше чуть меньше пройдем возьмем сюда конницу вот эту да 2 4 точнее этих мы уберем тут соберем пехоту на этой и как раз к арбели мы дойдем вполне за один ход они в любом случае не дойдут у нас время есть так я думаю армия падает это восстание город у нас перестраивается здесь давайте мы строим фонтан что здесь с плодородием кстати вот в этих землях она уже фиговая там уже фиговая 40 30 сейчас 40 стадо скота перестроим так готово давайте теперь что военачальника может вольнем у них успех отлично отлично так обман да только тут у тебя что есть заказное убийство тоже давай закажем убийство чтоб наши агенты заодно качались вроде как тоже чтоб не простаивали так каковы у нас там шансы взятия города в принципе более чем достаточно там сплошные застрелы наемных лахмейских разведчиков слили остальные все остались у нас целыми отлично оккупировать поселение грабить мы его не будем и дальше нам надо будет тогда занять вот эту вот провинцию чтоб полностью регион держать под контролем блин я буду надеяться что белые гуны с пахом и стахар захватят вот как раз таки я хотел сказать про это и у нас битва началась вот эти вот провинции мы белые гуны разрушили им было бы просто замечательно вот так вот да такого добра мы желаем нашим союзникам которые в свое время очень нам помогли с сасанидами я думаю кстати если б не армения мы бы с сасанидами еще воевали довольно достаточно не смотреть территорию это поджимали считаете уничтожили полностью атропотену абар шахар уничтожили да вместе с белыми гунами ну и тут помогли тоже войне против сасанидов то есть довольно таки ценный союзник был в свое время сейчас но он нам немножко даже мешает можно так сказать тем что он по захвату вот эти провинции точечные и вот эти окна мятежники еще напрягают то что не в этом регионе сидят не воюют с кем-нибудь с гасанидами не воюют те особо ничей не делают может как-то их заставить можно почти с гасанидами что не воюет да наверное потому что мы с ними не воюем поэтому мы не можем целям дать так 11000 у нас осталось смотрим как у нас тут дела как у нас тут дела рим еще держит потихонечку далмацию да я думаю правда есть на недолго не будут еще держать а мы пока что занимаемся тем что укрепляем наши регионы до второго уровня для начала да вот эти вот основные провинции можно кстати вот эти взять тоже укрепить на всякий случай это вот это вот три и потом укрепить вот эти вот родос как раз таки и констанцию пока что вражеских флотов особо нету ну кстати где то я вот тут видел мне каза а вот 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 алима маркоманах нам подходили они пока что остановились но не так упорно прям шли к нам смотри ни хрена си там них арбалетчиков обалдеть обалдеть просто сколько третий уровень а по сагитарию дает и 100 по одному старшему сценарию еще отряду дает ладно поехали дальше интересно кто кого все таки затащит белые гуны или армении или армения белых гунов или сейчас просто белые гуны плюнут на армению на нас попрутся а и так любят делать так государственное дело у нас появилась снос казармы ломаем ломаем так вот этих мятежников надо добить нам ушли на туда мы этой армии добьем так мятежников которые у нас тут появились они подавили нам за это им спасибо большое так хорошо давайте мы тогда разведаем вот эту область посмотрим если здесь орды белых гунов на для начала потом вот сюда тоже отправим посмотрим весьма кран кстати остатки на давай обратно в армию улучшаем банки так рынок рынок нам дом губернатора нужен ну давайте здесь рынок ставим можно винный рынок еще будет построить дополнительно так здесь баньку тоже улучшаем и вот здесь вот как раз идет эти города качиваем так и сюда мы хотели с вами еще хранилище припасов поставить здесь нас будет военная база нашего флота а вот белые гуны как раз таки и вон белые гуны и вот 3 стык белых гунов это вроде все на 300 и когда получается так а тут у нас еще кстати афрегиды сидят три провинции у них часть скифи взяты взяли они за каспийскую область ну принципе мы захватим это тоже с белыми гунами нас отношения все ротаки кого дружелюбные пока что так установить агентов чтобы опыт стояли получали так то вы химер пока держится макран он может запросто тут это сесть взять вражеский флот это кстати хорошо что у нас тут ходят слухи что ваши политические соперники периодически устраивают встречи в тихих и безлюдных местах что они обсуждают на этих тайных собраниях надеюсь что не вас так расстроить паралланы взять их нас на службу дайте встретимся с ними а вдруг они убьют нашего императора если он пойдет с ними встречаться дать встретимся рискнем он придет на встречу а там оказывается заговор какой-то был и потеряем у нашего императора так смотрите гуны подходят все ближе и ближе все ближе и они к нам что мы можем агентом сейчас попробовать ведь конца света на и всего это но не оставили блин уж бы штах расставили сейчас и ботана не потеряет в итоге так сюда двигаемся давайте мы сюда скорее что там у них за армия ну у них кстати не немного конец и но я думаю нам не помешает взять стрелка а эти 22 хода нанимается плохо вот так вот так бы я взял бы их с тяжелыми доспехами они у нас идут и есть отсутствует стрелковое оружие плохой боевой дух продолжаем такая серия нас расслабляющая особо никаких серьезных битв у нас на данный момент пока не намечается ну только если гуны к нам не придут белые ну и следить сейчас надо за нашей грецией и фракии еще долбануть эту армию надо так стахара не оставили интересно интересно я бы был не против если они на стахар пошли очень был бы не против я пока им даже не спешу помогать срок службы поистекал восстание в персиде не минуем основа у нас избыток населения в македонии так что мы здесь возведем давать наверное возведем мы он дополнительную пищу так а что больше кстати жрет санитария загрязнение 5 а здесь у нас загрязнение 6 если строить то лучше строить как раз таки бани дополнительные будут в этой провинции а здесь тогда мы с вами поставим поля дополнительно еще снос загон конницы снос мастерских отлично давайте город-то доставим на перестройку здесь дом губернатора так и церкушечку бы тоже не помешало кстати здесь возвести очень бы не помешало с проникновением религии на можно было бы или нора лучше баньки построим что здесь мы еще соль возьмем с вами плюс таберна строится тоже загрязнение дают и город загрязнение до наэра баньки построим так гармозия у нас пока что не перестроилась от ухты аману взяли обалдеть ну и в принципе предполагал мы взяли они морским флотом его вот в чем прикол вот в чем прикол а ну-ка знаю такой прикол что если убить всех полководцев то потом армия может исчезнуть просто-напросто вот так вот мы сюда наверное идем вы сюда а вы сюда перемещаетесь и на следующий ход долбанем так один честолюбивый политик планирует проживиться за ваш счет он уже он уже завоевал поддержку народа предложив чтобы вы разобрались долгами местных земледельцев простить долги произвести частные реформы расстроить планы что сделаем простим долги будем щедрым правителем точнее императором хотя если мы простим они опять в долги влезу да давайте реформы сделаем какие-нибудь экономические уменьшит уменьшение налогов с отдельных избранных граждан с отдельных избранных да давайте реформы и сделаем так теперь с назначением собственно дальше кто у нас может должности занять в основном кстати это самое что интересно как правило губернаторы занимает у нас должности потому что у них растет влияние а у наших военачальников не особо нарастет потому что они простаивают в основном как правило у нас воюет в основном император да вот этот стек частично во переходим мы сюда занимаем территорию так и здесь у нас это вот на прокачку идет готова на город мы вроде поставили перестраивать до поставили блин уж снисти эту постройку пока все мы не скоро рынке построим я думаю вот что нам надо вот это на технология у нас сейчас аренды земли исследуется кстати от надо вот продуктовый рынок я думаю после вот этой технологии мы вот эти вот две технологии изучим давайте греческий монастырь подстроим вот самоцветики так вот здесь поля кстати лучшим санитарию и давайте так на это денег нам уже не хватает тогда свинцовые копии нет давайте поля потом свинцовые копии губернатор губернатор коррупции мы тебе уже полностью открыли ну давайте до логистик он дополнительная пища на жрец убийство у нас пойдешь тоже а полководец сплоченность тебе добавим как-то не пойму они стоят тупят ни на кого не нападают армения вся ушла с пахом и короче там несет потери посидимости там им жрат вы не хватает а захватить дополнительные регионы не судьба и кстати я смотрю вот там как раз такие белые гуны взяли город абаршахр называется на так блин а зачем аксом атакует гасонидов более на нафига скажите мы скажите вы мне на а что вам у вас не устраивало в наших союзниках аксом 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 я так надеялся что у нас будет с вами хорошее отношение а получается что не судьба все они в принципе с армении особо не дружат и славными нашими особо не дружат с набатей только дружат по сути и все с ютами предлагает нам вступить войну давайте согласимся одной войной меньше одной больше все равно нас варвары как-то не особо прям трогают если честно они пока получается западной римской империи полностью не разделаются они к нам не попрут ну в принципе я думаю мы сейчас дожмем получается белых гунов тут опа армия вернулась в стахар и решила их шатнуть тут за свои провинции обидно я думал не захватит стахар сейчас обидка вышла так вот вы застали заговорщиков врасплох бросив им открытый вызов они продолжают шептаться за вашей спиной на по крайней мере больше не устраивают тайных встреч контроль плюс 10 процентов мы с вами получили да уж мы его не получали если честно так восстание здесь собирается у нас сюда к нам как раз таки сейчас с макра нам надо разделаться я думаю нам полностью уже побыстрее тут их флот сплошной гарнизон у них никакой там один губернатор сидит мы его вольнем все еще раз спалили городишко мы так заказано убийство попробуем провести еще раз успех не кстати фракция не это такая фишка кстати время работала так мы пойдет объем все белые гуны убежали они им спалили короче гонзагу с ними разобраться не хорошо что не продвигается вглубь наших территорий мне это настораживает давайте еще копия возьмем и разберемся с ними так здесь в эти парни прутся в пуру перебрасываем силы сюда белые гуны по идее не дойдут мы вернемся сюда потом у него просто разграбили города уничтожили с честно так исследование завершено коммерческое право и договорное право мы сейчас исследуем с вами и давайте мы тогда что сделаем соберем какой-нибудь что тут у них по территориям лигурия на экспедиционный корпус создадим вот этому парню возьмем мы сюда получается ударных фрактов возьмем промоутов вот так вот сделаем небольшой упор на всадников 6 отрядов я думаю на вполне хватит и потом перебросимся вот давайте наверно даже знаете как чтобы ближе нам было потом бегать вот сюда вот мы станем мы здесь их соберем тем более что не два хода у нас будут собираться вот так вот два хода вот отлично 6 куницы я думаю нам хватит здесь маркоманы куда-то ушли в тень так а что у нас вот эти по пехоте что за нами есть так стрелки конные сагитарии блин не хочу с конных сагитария выбрать может кстати знаете как сделать наперёд взять сюда вот сюда то чем уже взять полкана 2 кого нибудь они все какие-то не очень православный всадник просто точнее прославленных так богат оплезист культурных построек ну давай тебя возьмем потом тех губернаторы может будущем отправить сюда поставим ему набор пехоты уже заранее то есть чтобы не терять время как раз и смотрите мы за два хода сами сможем 10 рядов взять вот 11 только вот эти два хода собирается подождите сейчас по-другому нами сидим на грамотно его ставить вот так вот кто у нас еще два хода вот сагитариев надо взять нумеров взять старших сценарий думаю 4 отряда хватит а то у нас получается 11 отрядов да здесь 7 18 еще два отряда можем каких-то взять мы ну а давайте комитацкий легион у нас потом в будущем перерастет в доспешный восточный легион вроде как то так он называется восточный доспешный легион да вот и мы за три хода как раз соберем полностью нашу армию и сможем отправиться тогда уже дальше ну что ж друзья вот такая у нас получилась неоднозначная серия если она вам понравилась не забудьте поддержать ее лайком подписаться на канал чтобы не пропустить следующие прохождения с вами как всегда сайте был брайан всем спасибо за просмотр друзья и увидимся на новом видео